Онлайн-курс лекций для врачей, которые работают с COVID-19, готовят в Белорусской медицинской академии после дипломного образования. Скоро программа появится в интернете. Однако уже сегодня на сайте учреждения образования можно найти памятки для докторов и посмотреть обучающее видео про технику безопасности. Напомню, десятки медиков самых разных профилей сейчас объединились в борьбе с коронавирусом. И все же нашли время рассказать, как теперь проходят их будни. Юлия Гризонт об экстренной переквалификации. 8.30 у меня начинается смена, завтра 8.30 она закончится. Игорь Черкасов по профилю гинеколог, а на деле сегодня еще и инфекционист, медбрат и даже психолог, если придется. С тех пор, как в карточках его пациентов появилась пометка COVID-19, изменилась не только работа, вся жизнь. Встречи с родителями теперь только по фейстайму, редкие походы в магазин, в маске и перчатках. Игорь – один из многих врачей, кому пришлось переквалифицироваться и пойти на борьбу с пандемией. Мы смотрели мировые протоколы лечения коронавирусной инфекции и мы изучили протоколы, которые выпустил в нашем министерстве здравоохранения с улики Беларусь. Наше отделение курирует доцент кафедры, поэтому она нас консультирует, нам помогает в лечении, постановке диагноза. А без 15.8 на работе уже в полной экипировке Андрей Вергейчик, заведующий гинекологическим отделением «Десятки». Нас собрал замглавврача и объявил нам, что возможно переход нашей больницы в режим инфекционного стационара. И поэтому все отделения и все сотрудники были перепрофилированы. И вся работа у нас началась в режиме инфекционной больницы. Андрей признается, он не боится вируса. Действуя строго по протоколу, заразиться почти невозможно. Вот только чтобы следовать этим безопасным условиям, приходится жертвовать комфортом. Находиться в грязной зоне практически 24 часа в сутки в средствах индивидуальной защиты – это жестко. Если соблюдать все правила, то все у нас хорошо. По крайней мере, по присутствию прошествия месяца у нас ни один сотрудник не заболел. Андрей Вергейчик и Игорь Черкасов по-прежнему работают и по профилю. Только теперь они обслуживают инфицированных пациенток, проводят осмотры и даже операции. Наденьте вторую пару перчаток поверх рукавов комбинезона. Для докторов, которые сменили специализацию, чтобы встретиться с коронавирусом, на сайте Билмапо появился раздел «Ковид-19». Это программа стажировки, где работники шести медицинских кафедр собрали самую важную информацию для врачей, которые борются с вирусом. Все инструкции лаконичны, а то, что нельзя напечатать, показали на видео. В первую очередь, это порядок надевания и утилизации средств индивидуальной защиты. Были разработаны четыре таких блока, которые касаются оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 в амбулаторных условиях, в стационарных условиях. Соответственно, оказание медицинской помощи по выявлению – это для специалистов лучевой диагностики. И для анестезиологов-реаниматологов – это оказание интенсивной терапии в условиях отделения реанимации. Также были во взаимодействии с ЮНИСЭФ тоже отсняты видеоролики. Меньше чем за неделю с инструкцией ознакомились около полутысячи пользователей. И от каждого преподаватели готовы выслушать замечания и предложения, чтобы усовершенствовать новую программу. А совсем скоро стартует еще один онлайн-проект Белмапо. В этот раз преподаватели прочтут лекции для врачей, которые работают с COVID-19, и даже покажут мастер-класс по оказанию психологической помощи таким пациентам. Юлия Гризунт и Виктор Борисов, агентство теленовостей.